Всем привет! Сегодня мы с Юрой, фанатом Sony, поговорим о A7 R4. Что ты думаешь об этой камере? Скажем так, что я о ней думаю? То, что я уже продал все, чтобы ее купить. Но ты же купил A7 R400. Смотри, я не против, что не плане того, что мне нужны деньги для этого. Я просто продал свою оборудование Sony, в том числе A7 R3, пока они не упали в цене с выходом новой. Да, логично. Потому что она выйдет, а не упадут в цене. Не, ну давай чуть-чуть отмотаем. Зачем она тебе нужна? Сложно сказать. Знаешь, вот просто хочу, это, конечно, есть. Но есть и причины, почему я этого хочу. Во-первых, это будет камера, которая заменит мне и A7 R4, и A7 R4. Ну, будет. У тебя какая была? A7 R3? У меня была A7 и A7 R3. Теперь у меня будет одна камера, которая будет просто возможность и снимать обычные съемки, как в full frame, без супер-мегапикселей детализации с обычными объективами. И при необходимости я могу снимать в 60-мегапикселей уже в режиме, скажем, R-камеры. Так, а это ты продашь или что? Нет. А зачем тебе две? Знаешь, всегда должно быть две камеры. В жизни происходит все. Упало. А, ну, окей. Упало. Наступили. Ну, бывает, скажу честно, ладно, камеры я не бил, но у меня три разбитых нафиг объектива есть. Они до сих пор умаляются. Окей. Что-то сломается. Где-то элементарная просто важная съемка, а у тебя на камере просто какая-то жирная точка пыли. Я понял. И тебе куча снимать, ты уже обвиняешь камеру и пошел. Ну, я считаю, что камеры должно быть минимум две. Окей. А расскажи... И скажи дальше больше чем. Эта камера все равно будет больше мне для путешествий, для тревела. Ну, ту с собой возить уже не хочется. Я бы не сказал бы, что она такая легенькая для путешествий. Нет, она просто дешевле. А, тебе же дорогую не хочется отраскать с собой просто. Понимаешь, да, ты где-то летишь, где-то ездишь в машинках, такси. Ну, всякое, ну, все бывает. В гостинице оставил. Знаешь, одно дело оставить камеру с объективной стоимостью от 2000 долларов, пусть жалко. Другое дело оставить камеру с объективной стоимостью от 5000 долларов. Согласен. Это большая разница. Да, рабочий инструмент таскать с собой как-то. Да. Я поэтому Fuji купил. Поэтому и плюс, это будет все равно, я хочу научиться снимать видео. Есть такая цель. Ну, попробовать себе, будет, не будет, пусть будет. Ну, здесь нет матричного стаба, что минус для видео. Для такого видео в путешествиях. Я имею в виду. Или ты хочешь таскать с собой стадикам? В путешествии видео, знаешь, для этого цели можно купить DJI 8. Маленькую ерунду. Ну, в принципе, здесь таб в объективе есть, так что тоже. Да. И скажу, на самом деле, здесь стадикам, со что я взял стадикам, потому что поехал снимать. Все равно, мне кажется, я не профи. Но матричность там, наверное, не заменит обычно стадикам. Конечно, нет. Ну, вот. Да, я вообще всегда говорю, что он, как бы, до одного места на мне не верен. Ну, такое дело. Давай вернемся к этому. Да, да, да. Да. Вы знаешь, смотрел твое видео. А, да, да, да. Да, вот поэтому я сказал тебе, хочу про нее рассказать. Расскажи, расскажи. Вот ты сказал, что типа, камера, которая нужна 0, 0, 0, там цело 0, 50 части фотографа. Ты не согласен? Нет. У нас, в Украине? Тоже не согласен. Пусть дорого. Хотя, недорого. Реально. Три с полом тысячи долларов. А7R3 стоит три с половиной тысячи долларов. А7R4 будет стоить такую же самую цену. Окей. А7R2 стоило столько же. Плюс объектив будет пятерка, один объектив. Смотри. Теперь у тебя два варианта. В чем самый большой... Окей, они сделают 62-ми пикселей. Очень круто. И с ними будет вытягивать только J-Master серия. Которая объектив начинается, кстати, с 1-1000 долларов. Нет, полторы, сказал. Ну, там нет таких цен, они дороже. А, дороже. То есть даже не полторы. По-моему, самый дешевый 1800. А вообще они там... До трех доходит четырех. Да. Там еще дороже. Смотри. Но. Что получается? Окей, ты покупаешь себе дорогущий объектив. Там даже два. Например, там 24-7, 70-200. У тебя покрытый вот диапазон. У тебя уже все это стоит 7000 долларов. И ты снимаешь с 1-ми пикселей, ты весь такой крутой. Только, ты правда говорил, большинству и чаще всего это нафиг не надо. Даже тебе. Мне иногда. Но редко. Да. Но бывает надо. Как пример ситуации. У меня было такое, что снимали бьюти. Да? Ну, патрик. Окей, я взял с собой все. И тут, притом на съемке, чтобы ты даже понимал, были мастера по ресницам и бровям. То есть, их не красили, а наращивали прям в кадре мне каждую ресничку, чтобы не было ничего видно. Все красиво. И заказчица, это было мне на выезде, говорит мне фразу. Слушай, а давай снимем крупно, макро, глаз. Я тебе заплачу еще там 200 баксов за фотку. Потому что так круто. Вот я хочу сделать паузу. Скольким фотографам у нас такое предлагают? Нет, я говорю, это в своей ситуации. Говорю просто. Ну да. А я говорю, знаешь, дорогая, извини, я не могу. У меня с тобой макрообъектива я не брал. Потому что я к тебе на выезде, я взял с собой. Что ты взял? У меня тогда было 70-200 и 135-ка. А не на сколько близко? Это на Canon. На Canon? Это на 5-м от 3-й было. Ну, 70-200, ну крупно. Ну, ты глаз вот так вот. Без макроколец нет. Да, это все не бралось. Хотя у меня в тот момент лежало 180 мм макро. И ты можешь вот так вот глаз снять. Ты его просто не взял. Я его просто не взял. И я не заработал свои деньги. В этой ситуации что ты сделал? Снял все от меня пикселей, крупно, и все счастливы. Я тебя понимаю, но ситуация настолько редкая. Ну, да. Но это было правильно съемки. Чтобы клиент за фотку еще столько предложил. Это такая специфика. Ну, потому что там было намного больше вложено в съемки. И просто об этом не подумали. Все равно бывают ситуации, когда все равно у меня осталось в прошлом этой бьюти-индустрии. И все равно у меня есть заказы с этой сферы. И очень часто сейчас, когда начался микроблейдинге, вот эти реснички и все прочее, они хотят очень громадную просто там супер-супер-супер макро вот такое вот. Там просто вот что глаз на все. И при том она хочет это печатать в размере там 5 на 5 метров на всю стену своего салона. Логично, да. У меня такое и бывает. Вот это одна из целей, почему я покупал себе А7R3. Потому что это нужно было. Тут это еще тебе лучше будет. У меня не так их много, но у меня есть такие съемки. Когда мне вот пригодится этих 60 мегапикселей. Но не забываем следующее, что все равно там, кроме что это дорого, не так часто нужно, там нужны мощные компьютеры и пипец много ретуши. Ветализация будет соответственная. Это тоже нужно учитывать. Но в чем прикол? Что это же первая Sony, в которой можно выбирать размер RAW формата. Не снимать максимум, это круто. Да, там 26 мегапикселей. 26 мегапикселей тебе уже не нужны супер дорогие объективы. Вот это можешь одеть. Ну это на Кроп. Так там есть Кроп режим, 26 мегапикселей как раз. Да, можешь одеть. Ты можешь обычный CSA использовать. Ты можешь самый за 200 баксов 28-70 использовать. Ну там уже более доступный. У тебя уже есть выбор, что ты можешь снимать так вот, но ты можешь снимать потом без CSA объектива, перейти на 60 мегапикселей. Но чем еще преимущество? Из-за его, грубо говоря, там же процессор и автофокус еще круче, чем у Альфа 9 и в этой камере. То есть у тебя получается А7, скажем, 3 с автофокусом Альфа 9, с скоростью и со всем прочим. В то время, как у А7, 3 автофокус никакой. А у тебя тут офигенный автофокус. Грубо говоря, ты получаешь А7, 3 плюс, скажем, да, уже более круто, чем А7, 3, которая снимает. И у тебя в той же самой камере есть возможность, как Sony R съемки, ну, поняла мысль, что снимать уже очень детализировано, с кропами, со всем чем угодно. Ну да, это классно, да. Это, то есть у тебя одна камера заменяет две? Да, просто самый главный вопрос, кому это надо? Сколько таких фотографов, как ты? Хорошо. Окей, вам не нужны 60 мегапиксели, дорогие объективы. Упростите себе жизнь. Вы снимаете на А7, 3, вы покупаете эту камеру, вы снимаете разрешение А7, 3, только с автофокусом А9 вы себе делаете комфортную жизнь. Окей. Подожди. То есть ты не покупая дорогие объективы в этом еще? То есть ты раздавился на камеру, ты заплатил на тысячу долларов дороже, чем за А7, просто А7, 3, не R-ку. Нет, знаешь, ты сейчас говоришь в сравнении, но я просто скажу, что 3,5 тысячи долларов за тушку, это мега дорого. То есть это супер дорого. Для нас, не для Америки. Все R-ки стоят столько денег. Это не оправдывает то, что это Ланос поддерживает. Хорошо. Ну, понимаешь, смотри, в любом случае у тебя есть запас. Мегапиксель, расширение, диапазон, ты уже можешь много чего снимать. Я даже уверен, что на обычном объективе он его не вытащит, а там будет картинка, значит, мегапиксель лучше, чем 26. Ну, те фотки, которые я видел в интернете, там супер резкость, там вообще, ну, очень круто. И, во-первых, значит, с помощью этого автофокуса всего тебе это удобно? Слушай, экономить на себе? Ну, я опять возвращаюсь к вопросу, что ты уникальный чувак, который снимает дорого и в студии. Ну, окей, хорошо. Я недорого снимаю. Слушай, на самом деле, даже по меркам Украины, я нищебродский фотограф, если много дороже. Судоров за съемку? 300. Ну, вот. Да. Ну, в среднем идет 300-400. Ну, такой вот. Я не очень задираю планку, потому что, ну, если небольшие съемки, длительные, смысла нет в этом. Смотри, есть очень много фотограф, которые я лично знаю, которые в 2-3 раза дороже берут меня. И они снимают в студии аналогичные вещи? Они снимают в студиях, они снимают на улице, они держат свою студию. И для них такая камера будет уместной, да? Да. Окей. Скажу больше. Кроме меня, я уже знаю 4 фотографов, которые будут покупать себе эту камеру. Хорошо. Ну, окей. Понимаешь? Ну, вот да, я согласен, она не из дешевых. Но если брать по меркам вообще фотоиндустрии и запада, где, извините, Hasselbad стоит 50 тысяч евро, 50. Ну, есть Pentax и Fuji, ну, Pentax за 4 тысячи, средний формат. Знаешь, я, кстати, не знаю, почему, вот только что задумался, вот почему реально в США покупают Hasselbad, а не Pentax? Ну, или в США One там чуть дешевле. Ну, в основном все топовые фотографы снимают на Hasselbad. Не, ну, если у них есть на это деньги, ну, насколько я знаю, как минимум, там скорострельность другая, там много нюансов. Ну, я когда-то видел просто скриншот с Hasselbad и настроечки, да, мне стало интересно, что там за вспышка стоит, какая-то предмет такую снимали. В общем, выдержка 1,800, ISO 100, диафрагма 56. Ого. Задумайся. Ну, кстати, это же фишка среднего формата, что там дифракция наступает позже, то есть ты можешь больше закрывать, и там, я не знаю, когда наступает, но это вот я пока туда еще не лез. Ну, вот скажу так, Hasselbad, даже если залезть в долги его купить, я его фиг отобью. Вот реально его годами отбивать надо. Ну, подожди, ну, а Pentax 4000. Хорошо, 100 мая пикселей, это беззеркалка ты можешь в виду. Pentax это зеркалки, я не помню, а кто беззеркалка сделал? Беззеркалка это Fuji, и она же, и она 10000, что это не то сравниваешь, Pentax 60 или 50. А, это 645Z, по-моему, это год. Окей. 50 или 60, ну, как-то не хорошо. Еле 5 уже. Нет, 5 это 645D. А это сколько? Ну, 3 года. Ну, постарее, на это не такая свежая камера. И автофокус там будет не такой классный, и скорострельность тоже. Вот поэтому средний формат для печати на большом размере, он дает другой объем. Знаешь, я еще это не тестировал, но оно по-другому выглядит. Я видел, как это выглядит, даже это всем по-другому выглядит на мониторе. Ну, так это не ответ на вопрос. Зачем Sony, если есть средний формат? Скажу, потому что средний формат, это вот в три раза больше камера сама. Это тяжелая ерунда. Подожди, ты студийный фотограф, что ты говоришь о том, что тебе маленькая надо? Окей. Маленькая у тебя есть это для путешествий. Ладно. Я не хочу поставить, знаешь, когда у тебя задник 100-ми и пиксели, сколько там? Там не задник, там у нас все вместе. Ну, все вместе. Все равно ты, мне кажется, будешь снимать больше с штатива. Ты все равно шевеленка будет, или там выдержка. А ты о матричном стабе говоришь? Да. Смотри, вспомни, вот Canon 5D, по-моему, SR, там же с рук снимать нереально было. Ну, тут опять же, ты в студии снимаешь. Там в студии было с рук нереально снимать, там шевеленка у тебя было. Вот мы-то истили его. Ну, так с короткой синхронизацией, там 1 800-я снимай сильно. Вспышки, совсем другие деньги. А, то есть не хватит вспышек у тебя на 1 800-я? Мои 800-я не потянут мои вспышки. У меня до 250-й стандартные. А HCC-это вспышечки, там, это уже начинается тебе там Профото, Дранкалор. Там уже далеко совсем другие суммы. Там уже десятки тысяч долларов стоят и вспышки, и софтбоксы по тысяче долларов и полторы. То есть там совсем другие увлажения. А одного синхронизатора недостаточно, чтобы на коротких снимать? Вспышка не поддерживает такой импульс просто. Там уже самой вспышки. Получается, короткий импульс, это не один вспышка, а там какая-то серия микро вот этих вспышек. Тут просто сработало раз и все, а там уже типа стробоскопа режим, что-то такое. Вот как-то так оно работает. То есть там совсем уже другие увлажения. Поэтому вот такие большие миопиксели без матричного стаба, это или штатив, или никак. Ну, штатив у тебя есть? Ну, это неудобно ведь, что с штативой бегать. Ну, да. Поэтому это да. Идем дальше. Окей, у тебя средний формат, и тебе все равно, смотри, вот тут есть возможность сделать себе эти 26 меопикселей. Это очень круто. Знаешь, я не знаю, какие там настройки. Может, там тоже можно меньше. Нету? Нету? Только максимум? Насколько я знаю, только вот у нас снимаете все. Окей. Смотри, там снимаешь, в Хастлбадо ты меняешь просто задники, там 40 мегапикселей, 60, 100. В Pentax я не знаю. Но тут тебе возможность, когда тебе, ну, чаще всего тебе не нужно такое расширение. Ну, априори, тебе нужно на большинство съемок. Если я слабил, ты знаешь, ты снимаешь девочку для Инстаграма. Или там будет, снимаешь какую-то рекламу, она будет в Инстаграме или на самом Амазоне. Ну, то есть ты покупаешь камеру функционалом, которой ты не пользуешься, 60 мегапикселей. Смотри, я не о том говорю. Вот, окей, у меня, например, 80% съемок, которые там не нужны, 60 мегапикселей. То есть 60 нужно в 20%? Да. Только это много. Ну, это нормально. Да. Это есть. Ну, тогда да. Это вот, понимаешь, и вот вместо того, чтобы покупать две камеры, мне лучше купить одну. Это будет, во-первых, дешевле. Да. Это вот раз. Мысли вслух об этом. Во-вторых, знаешь, очень смешно было вообще смотреть YouTube. Я сейчас смотрю, да, все. Вот, кстати, вот все, кто смотрел, типа, ай, фигня, камера, дорого, как и ты говорил, да. Но мне понравилось. Все реально забыли, никто не сказал про этот вот автофокус. Так они о нем не знают. Да. Знаешь, просто вот я, когда покупал камеру, я об этом не думал. Это я просто ее купил, потому что мне нужно было купить камеру. Но когда я попробовал, вот ты когда пробуешь это, ты другого не хочешь. Ну, смотря с чего ты переходишь. Потому что на меня не производят впечатления. Ну, я привык к нормальному автофокусу. А ты перешел с обычного Sony дна на нормальный автофокус. У тебя вау-эффект. У меня его нет. У меня камера отлично фокусируется. Там тоже отлично фокусировалась. Какая? RK3. В студии. Да. Да, а на природе ты говоришь девочку не особо. Ну, там, это уже фокус по глазам, это все тема, не знаю. Не особо она там работает. Да. Но тут я понимаю то, что оно круче, чем все остальное, что я держал в руках. Вообще. Окей. Понимаешь? И я на твою тоже снимал. Я помню. Вот тут намного круче автофокус. Понимаешь, тут уже, окей, без него обойтись можно, спокойно. Это не настолько критично, это не настолько важно, особенно студийщику. Когда ты можешь... Это не свадьба, когда ты обмен кольцами, ты скажешь, а давайте еще раз одеть. Потому что я смазал. Тут ты можешь, типа, повторил кадры, сделать себе дальше, пошел работать. Это не критично. Это мое удобство. Это мой комфорт. Ну, если ты за него готов платить, то, конечно. Знаешь, у нас одна жизнь. Если на себе экономить и отказывать себе в чем-то таких удобствах, то... И снимать на 800, да. А такая есть? Canon 800, да. А есть 800? Ну, есть 600, да. Я на 700 потерялся. А, ну, вот это из этой серии, да. Я понял. Поэтому я вот на себе экономить я не буду. На своем комфорте, на своем удобстве, чтобы мне было удобно. Даже больше, для этих целей я свою студию сделал, чтобы мне было удобно. Понимаешь? Да. То есть это, смотри, если вонться к A7 R4, это дорогая, ну, в принципе, тем же доступная камера. Ну, условно скажем. Очень условно. Окей, она для Украины дорогая. Для мира она недорогая. У нее, да. Свой очень узкий. То есть он все-таки узкий. Тут говоришь такая, прям, все фотографы, он нормально. Понятно, что он узкий. Ну, знаешь, как мы говорили, подожди. Каждый выбор... Нужно выбрать камеру, что ты снимаешь. Если ты снимаешь тупо для Инстаграма, ты инстафотограф. Ну, нафиг она тебе надо. Сейчас вообще снимают на iPhone и XS Max. Поэтому тут, ну, если ты действительно серьезный студийщик, условно скажем, студийщик, стокер... Условно серьезный. Стокер, не знаю, там, ну, репортажник, ну, бессмысленно. Это все, свадебщик, наверное, тоже бессмысленно. Тоже бессмысленно, да. Смотри, даже просто зайти, например, на сайт этого самого Lightfield, ну, типа, дорогих студий, где арена, там, 600 гривен, час и все проще, посмотри. К ним чаще всего в день где ты не попадешь, там, за 3-4 дня минимум нужно бронироваться. Lightfield можно еще. Нет, в день, в день, ну, на завтра можно, там, день в день вряд ли. Но все равно она загружена серьезно. Да. То есть и люди, которые готовы заплатить, например, там, даже минимум за 2 часа 1200 гривен за одну аренду студии, значит, заказчик платит минимум за это 1200 гривен, он платит еще фотографу, ну, точно не 1200 гривен дороже, я думаю. Значит, есть люди, которые нужны в студии, и много фотографов, которые снимают в студии. Смотри, я свою студию сдаю тоже в аренду. Все равно ко мне приходит очень много фотографов, которые именно студийщики. У тебя на чинашки, ты говорил, приходят больше? Ну, больше, да, но все равно приходят, знаешь, смотри, ну, у меня фоновая студия. Зачем человеку, которому нужно поснимать каталожку, просто на чистом фоне девочку, ну, без интерьера, зачем ему платить в 2 раза дороже за интерьер, которым ты не пользуешься, и тебе наоборот их поставлять. Знаете, минутка рекламы, у тебя вообще цена смешная для твоей студии. То есть, приходите к Юрию. Приходите к Юрию в студию в Киеве. Спасибо. То есть, студийных фотографов, которые это будут покупать. Если смотреть, это Украина, да? У нас, я не знаю, есть ли пейзажисты, которые снимают пейзажи серьезно. А за пейзажи платят кто? У нас, я не знаю, но я лично знаком с фотографом National Geographic. Ему платят? Да херена. Потому что мне вот Дмитрий Мунашевский рассказывал, что National Geographic многим вообще не платят. Они на энтузиазме отдают фотки. Ну, некоторые, да. Но есть именно их нештатные фотографы, которые могут отправить тебя в Заполярье, и ты там будешь полгода жить, извините, в каком-то вайсберингах. Я понимаю, но я так понимаю, что их единица на весь мир таких чуваков. То есть, не надо вообще не говорить, как о рынке. Да, но смотри, все равно зайди. В Инстаграме очень много раскрученных пейзажистов. Именно инста, скажем, которые, они на Geographic National Geographic. Да, и вообще все равно наши снимают. Да, только они настолько красивые пейзажи снимают. Так они на телефон могут снимать. Хороший свет. Они не на телефон не снимают. Я знаю, что на некоторых подписаны. Я смотрю у них камеры. Кстати, большинство Sony. Но у них R-ки. Для Инстаграмчика. Да, но там и картинка, смотришь, вау. Я не знаю, за счет чего они живут, за счет чего у них, кто им спонсирует вот эти все поездки. Ну, просто куда-то доплыть непонятно куда, или добраться в горы, перелететь полмира, с собой где-то там прожить, что-то покушать, это стоит денег. Если бы они не зарабатывали как-то на этом, они бы... Ну, логично, да. То есть где-то, просто я не знаю этот рынок. То есть им это тоже подходит. Согласись. Да. Нет, так я согласен. Ну, Sony, ты мне показал на мониторе, детализация там вообще крутая. То есть я постоянно ругаю, потому что я говорю, что для большинства задач наших, ну, эти камеры так себе. Ну, опять же, у всех, конечно, свои задачи. У меня другие. Ну, вот, и поэтому нужно выбирать камеру под свои задачи, потому что ты снимаешь. Это ты фраза уже начинает сейчас засыпать, она такая уже скучная, да. Не, ну, это правда, да, с этим не поспоришь под свои задачи. Да. Но спектр задач, это очень узкоспециализированная камера, очень узконаправленная. Ну, подожди, все R-ки были узконаправленные? Конечно. Ну, я это и вообще про Sony могу сказать, так как мы вот, ну, я пару слов еще добавлю. О чем я не сказал, что экранчик и видоискатель здесь по-прежнему дно. Да, согласен. То есть дно, согласен, да? То есть оно шумит вот в помещении. Ну, знаешь, я скажу, я согласен с этим, я это знаю, но я этого уже не замечаю. Вот сколько я Sony эксплуатировал, там они везде вот такие вот. Ты привыкаешь к этому. И ты уже этого просто перестаешь замечать. Ну, странно, что ты, перейдя с Canon, так говоришь, потому как мне после Canon я не могу сюда смотреть вообще, она же ужасная. Ну, не забывай, я смотрел на Canon зеркалка. Ну, Live View ты не пользовался? Нет. А, а фотки ты не просматривал? Ну, просматривал, но как-то... Все равно, даже когда я на Canon, все равно я был студийщик, я все равно больше на мониторах смотрел. Ну, ты, в принципе, студийщик и смотришь на монитор, так или иначе. Потому что я, опять же, вот что я еще хочу сказать, что для беззеркалки еще более важное качество экрана, потому что на зеркалке у тебя есть оптический видоскатель, все. А на беззеркалке ты очень сильно полагаешься на эту картинку. Ну, если ты не студийщик, если ты где-то в поле. И когда эта картинка врет, когда она шумит, ну... Знаешь, окей, она врет, там все. Ну, просто, если... Ну, ты же не возьмешь новую камеру и не поедешь с ней сразу снимать, не знаю ее возможности, как она снимает. Это будет полная выпасть. Ну, да. Ты все равно будешь где-то какие-то тестовые съемки сделать. Ну, ну... Ты привыкаешь, ты знаешь, на самом деле, как она отличается, что должно получиться от тебя. Знаешь, я не могу привыкать к плохому после хорошего. Вот не могу себя как-то перестроить. Ну, не знаю, я настолько привык, я уже понимаю, что там будет. Но все равно, я скажу, вот окей, как бы тут не было мониторчик у тебя в камере, все равно будет отличаться картинка. Ты увидишь в любом случае, смотришь на монитор ноутбука или куда угодно, ты видишь совсем другую картину. Не, ну, я их все равно обрабатывать на компе буду, это понятно. Конечно. И ты при съемке сразу увидишь, мне это удобно, и я студийщик, меня эта тема не волнует. Да, для тех, кто в поле, я не знаю, как этим, ну, понимаю, но такое. Знаешь, обходятся, снимают, и все хорошо. И на самом деле, если посмотреть сам Инстаграм, дохрена красивейнейших фотографий. Каждому свое. Такая фраза, вот, да. Конечно. И, знаешь, они будут на Canon, другие на Nikon, третьи на Sony, четвертые на Fuji, все равно. У нас есть выбор, это классно. Да. Вот знаешь, когда-то выбора не было, когда-то было Nikon и Canon, все. Больше у тебя ничего не было. Да. Сейчас у тебя вот какой выбор. Или то, или то, или пятое, или десятое, или зеркалка, или беззеркалка. Это все, вау. Да. Вот это мне нравится. Ну, я не знаю, что еще сказать. Вроде мир, дружба, все отлично. Ну, давай, если я подытожить, то вот в твоем прошлом видео, да? Да. Я во многих моментах согласен, что это дорогая камера, которая не нужна всем. Ну, у нее есть свой рынок сбыта, который в Украине может не сильно большой, но в мире он очень большой будет. Там, ну, другие требования, качество ко всему будет. Камера, которая требует реально, полноценный потенциал ее раскрывать, требует действительно очень серьезных вложений. То есть, собрать действительно хороший парк оптики, джеймастер, камеру, ну, это тысяч 15 долларов. То есть, действительно хорошим автомобилем можно купить. Но зато ты будешь снимать, как король. Вот. И вот то, что мне хотел сказать. Вот весь кайф в нее. Это универсальность. Притом топовая, классная. Знаешь, с идеальной картинкой. Хочешь снимать 62 пикселей, хочешь на другие объективы, хочешь снимай на более дешевые объективы. Подожди, ты называешь универсальностью то, что можно менять разрешение. На любом кэноне можно было всегда менять разрешение. Про формат? Да. Я уже не помню. Можно, конечно, можно. Можно это было нельзя. Просто знаешь, ты говоришь о каких-то таких для меня банальных вещах. Вау, работает автофокус. Вау, можно менять разрешение. Нет, ты не понял меня. Разрешение, ладно, пусть было. Хорошая банальная вещь, там для канала, да, я уже забыл от тебя. Но у меня всегда были хорошие камеры. И то последнее, и там были всегда хорошие автофокусы. Вот тут то, что вот эта вот real-time фокусировка дает, это ни с чем не сравнить. Это абсолютно ни с чем не сравнить. Это нужно попробовать. На словах это сложно описать. Вот кто-то не снимал на 6400 альфа-9, этого не поймут. Это внутренний кайф, это внутреннее ощущение, это внутренняя надежность, спокойствие. Это просто оргазм, я так слышал. Это да, это просто какой-то фотооргазм. Покупайте А6-400, оргазмируйте. Ну говорю, поэтому для меня осталось три камеры. Альфа-400, альфа-9 и альфа-7р4. Все, для меня больше других камер существует, там нет этого. Это настолько круто, это не описать. Это нужно просто попробовать. И ты раз поснимал с этой штукой, ты не захочешь больше никогда и ничего другого. Я не заряжаюсь, но я думаю, что там люди в ютюбе зарядятся. Ты жесткий анонист. Очень жесткий. Потому что я не вижу проблем с автофокусом на своей камере. Понимаешь, там и на тех камерах нету проблем. Окей, фокус по глазам, ну... Ну такой, да. Не настолько нужная штука, особенно если у тебя там групповой портрет. Я абсолютно согласен. Просто я не согласен с тем, когда это рекламируют и рассказывают, что он там супер-пупер, а на самом деле нет. Ну подожди, знаешь, а что ты будешь еще рекламировать? Что сейчас в камерах рекламировать? Чем они отличаются? Чем отличаются? Вот, по большому счету, чем отличаются Sony от Canon, Nikon, все беззеркалки? Пантами. У каждого свои. И каждый выбирает те понты, которые ему более ближе. Ну такое. Я не буду говорить, все все знают. Да. То есть, ну вот тут, когда у тебя офигенный автофокус, а когда у тебя пиздец за хрена автофокус. Вот скажи, ты себя в камере на 100% доверяешь своему автофокусу? Да. Ты его вообще не контролируешь? Ну вот, по глазам сейчас у нас стоит и все отлично. А фото? Фото? Тогда ты снимаешь постоянно модель. Она движение, она меняется. Знаешь, честно говоря, я модели не так много снимал на ARCO. Ну то есть у меня там было несколько съемок, но там не было проблем. Я сравнивал просто с Pentax, и вот Pentax доверять нельзя. А он в том? Да. Да. Ты его тоже тестировал, да. Ему нельзя. Это вообще беда. Да, здесь я просто не задумываюсь об автофокусе. Он есть, он всегда есть. Ну, ты все равно выставляешь точки, где он фокусируется, или ты по центрально фокусируешься? В смысле, когда что снимаю? Если один человек в кадре, то я глаза включу. А если несколько? Если несколько, то я экраном как тачпадом пользуюсь и выбираю точку, где я буду, где объект будет, там я точку выбираю по экрану. Окей. Ты на экран тыкнул и все, пошел фоткать, да? Нет, 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 нет. Смотри, я смотрю в видоискатель вот так, и этим пальцем я вожу, ну как выбираю, где будет объект. Да, и кстати, насколько она отзывчивая, то есть насколько он, потому что, например, на Fuji идет лак, я двинул пальцем, и где-то спустя полсекунды оно передвинулось. Нет, тыкнул сразу. Нет, я говорю не просто тыкнул, а вот двигаешь, то есть когда она следит за твоим пальцем, вот так вот. Кстати, я не пробовал эту штуку, вообще отключил, у меня тут есть два варианта, есть им или тыкнул, или вот это вот за пальцем пошло. Я просто, мне хватает, просто тыкнул, и оно дальше следит за человеком, и все. Ну, понимаешь, я... Понимаешь, грубо говоря, я, например, я знаю, что у меня вот объект на съемке, я в начале съемки тыкнул, где он снимается, ну, плюс меня, и пока мне жестко не поменяется раскадровка, я больше не тыкаю вообще. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, что она очень хорошо следит за объектом, это хорошо, когда есть технология, но просто я привык управлять ситуацией, то есть мне даже не нужно, чтобы она следила, ну, в большинстве ситуаций не нужно, то есть я хочу сказать, что может я не на чайке хочу, я хочу бокашку сделать, сфокусироваться там на цветочке, еще на чем-то. Я просто выбираю место, где я хочу сфокусироваться. Понимаешь, в студии ты бокашку сильно не сделаешь. Не, ну, у нас разная специфика, я в основном на улице снимаю где-то. Да, и я скажу, вот просто, вот тут, что вот раньше ты все равно контролируешь этот фокус, ты думаешь, где он должен быть, что тут тебе это не нужно. Вот настолько тут уже этот искусственный интеллект работает, что вот с тебя сняли просто один вопрос полностью. Вот мне это очень понравилось, это тебе комфортно. Понимаешь, у тебя был этот вопрос, у меня его как бы нет. У меня его не было. У меня его тоже не было, пока я не купил эту камеру. Вот я тебе честно говорю, я об этом не задумывался, я вообще не понимал, вот в чем разница и вообще, что такое. Даже когда я купил эту камеру, ну, вот смотри, я его 6500 подарил, и нужно было купить. Я купил 6400, потому что решил, что я все-таки буду учиться снимать видео. Ну, подумал, 6500 уже было, да, во что, другое возьму. Мне рассказали, я читал про этот Real Time Tracking, но я его вообще не кстати, это было далеко не важная штука. Первые съемки я вообще без него поснимал, потом я попробовал, а что же это такое. И я попробовал на свою голову, и я понял, что все остальное это одно. Что бы я другое не снимал. И все равно, с виду всех фотографов, другие камеры, и Nikon, и Canon, и все пробовалось. Ну, интересно же. Особенно пенто. Ну, это я даже вспомнить не хочу, это, извините, я это рукожопом почувствовал. Фотографов, у меня не которого куча лет опыта, а который вот только взял камеру. Я до сих пор себя так чувствую, когда вспоминаю это. Подожди, ну, у Nikon, говорят, фокус такой, бац, и есть, и все, такой вот четкий. Ну, мне вообще Nikon очень непривычно. Ну, мне тоже, я так говорю, теоретически. Я, в Nikon, не очень долго туплю, когда диафрамма и выдержка меняется, потому что, а где? Да, ну, для меня здесь, или здесь как? Вот это колесико что-то меняется? Одно. А где второе колесико? А, вот это, это. То есть все большим пальцем, а под этим нет? Нет. Ну, эргономика Sony. Ну, понимаешь, это же шестая серия. Ну, здесь неудобно вот это вот крутить, вот особенно это колесо. Не сказал бы, мне удобно, нормально. С лапой еще больше, чем у меня. Когда ты берешь даже семерки все, даже третье поколение, даже, по-моему, второго, здесь тебе уже джойстики, поехали, там уже совсем... Ну, тебе будут очень привычные KN5 и Mark III. Я даже на Mark III джойстиком не пользовался, мне он как-то... А как ты точки фокусировал тебе? Колесиками. Вот этот, а это колесиками. Да, я только джойстиком. А я только колесиками, да? Такое. Ну, а все это дело привычки, на самом деле. Ну, то есть, вот, скажу так, для меня, я сказал, какие камеры остались. Все. Окей. Когда у тебя не было даже проблем, но все равно ты получил что-то новое. И потом ты понял, что у тебя были проблемы, пока ты не попробовал другое. Окей. Окей. Ну, поговорили. Да. Окей.